О японских ниндзя, кажется, уже знают все, что только можно себе представить. И все равно эти средневековые наемные киллеры, шпионы и диверсанты остаются таинственными и по сей день. Многочисленные кинофильмы и аниме только добавляют путаницы. А значит, пора кое-что прояснить. Предлагаю пять малоизвестных или специально замалчиваемых фактов из жизни стойких и прячущихся. Они носили черную одежду довольно редко. Скрытность для них была на первом месте, а значит, разгуливать в черном трико везде и всюду было верхом глупости. Иное дело в темное время суток при выполнении задания, когда нужно было раствориться в черноте ночи. Но и тогда черный цвет был далеко не всегда самым подходящим. Как правило, ниндзя подбирали на задание одежду, исходя из времени суток, погоды типа построек и комнат, в которых предстояло победить противника. Ниндзя – самое презренное боевое сословие Японии. Несмотря на то, что современные мужчины восторгаются ловкими и вездесущими ниндзя, в самой Японии ниндзя никогда не приравнивались с самураем. Ведь тайное убийство человека, пусть и врага, считалось среди благородных воинов низостью, недостойной человека. Они маскировались под монахов и торговцев. Чтобы оставаться незамеченными, ниндзя предпочитали носить одежду и вести себя так, как ведут себя монахи и продавцы. Одеяние послушника не вызывало подозрений у прохожих и стражников. Кроме того, под юбкой монаха можно было спрятать оружие. Традиционной пищей ниндзя было печенье. Воинам-теням приходилось часто скитаться, поэтому постепенно вырабатывались определенные способы питания и продукты, которые были наиболее подходящими для кочевого образа жизни. Едва ли не самая распространенная пища ниндзя стала выпекаемая по особому рецепту катаяки – очень плотное и высококалорийное печенье. Чеснок и бобы приравнивались к провалу операции. Как уже было сказано, ниндзя очень щепетливо относились к вопросам скрытности. Они были искусными экспертами в подборе одежды, умели бесшумно передвигаться и обладали целым набором тайных знаков. И разве могли они допустить, чтобы их присутствие выдал запах спереди или сзади? Поэтому употребление чеснока и бобовых было для них табу. И на этом все. С вами был Макс. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Всем до скорого и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok